Ну что ж, доброе утро, доброе время подходящее к утру, дорогие зрители, начинаем мы новый стрим, новый день GSL 2014, мировые финалы Хонтура уже прям сегодня покажут нам с вами, кто же все-таки наиболее сильная команда мира. С вами я, Акомай, со мной вместе должен быть Тенди, Тенди, доброе утро. Да, доброе утро. Я тоже самое, я тоже вообще только-только-только начал учиться разговаривать часок назад, мы встаем все время в 6 утра, и это, конечно, не сильно легко, ну и особенно нелегко, это, конечно, не нам тут языком ворочать, а тем ребятам, которые сейчас уже на сцене, и даже сейчас я попробую на камеру показать, доброе утро, что там на сцене, уже там их тоже предоставляют, они там, в общем, уже сидят, уже есть зрители, уже очень много переживающих, особенно другие две команды, которые тоже в полуфиналах сразятся сегодня. Сейчас же мы смотрим матч команды Sing и Stay Green, и общее мнение здесь присутствующих профессионалов по игре в Хон считают, что это один из наиболее равных матчей всего турнира. Команда Sing и Stay Green все дают 50 на 50, никто не понимает, если там против BMG говорят, ну, окей, 60 на 40, 55-45, там, ну, с кем-то больше, с кем-то меньше, то здесь сейчас никто не дает никаких предположений. И это отчасти может означать то, что на самом деле матчи нас порадуют, будут интересными. Команда Sing и Спортс, играющая за Легион, и, кстати, даже с Фленцем, мне удалось прямо в автобусе только что взять интервью, маленькое, где он там себя представил, показал свое лицо, и с ним вместе его команды Хезу, Саппорт, Микки и Злапет. Против них команда Stay Green, победитель, кстати, так-то вообще-то без поражений, просто от GSL выиграли они первое место, не проиграв вообще ни разу. Все 15-минутные игры, как, кстати, было в группе у команды BMG, там тоже практически все игры по 15 минут, консид, 15-консид, 15-консид. Ну, посмотрим, посмотрим, что же это будет. Основные тенденции, в принципе, уже просматриваются, у команды Хеллборна есть Tempest, и я как раз у Фленца спрашивал, как вести себя против вот этой вот очень распространенной пуш-строты команды Stay Green. Они обожают Варбиста и Tempest, обожают, и их исполнение на этих героях достаточно серьезное. Мы его видели против команды Cats, кстати, это было 15 минут, 15 минут, и сейчас не исключено. Нет, интересно, а почему им всегда дают Варбиста? Неужели его не боятся? Как-то не знаю, я же говорю, у Фленца спрашиваешь, что ты будешь делать против вот этой вот пуш-стратегии? Он говорит, ну, только бань этих героев, и я вижу бана Феллии, в принципе, да, то есть такой пуш-герой, в принципе, да. Окей, там же основная задача-то лежит на Варбисте. Ну, основной, скажем так, бонус, который эту пуш-стратегию так хорошо поддерживает, да, это именно второй скилл Варбиста. Ну, и плюс, даже если у них не будутся пропушить, я вот помню эту игру, потом Чейзи выбегает 500 гпм, а делает хет-трик и гг. То есть он, ну, и плейте будет очень силён, как-то его игнорируют так. Да, и он, кстати, в линии хорошо стоит, даже его присутствие на линии так процентов 50 всего времени. В смысле, он подошёл, подфармил чужой лесок, пошёл подстакал эншентов, пошёл, кого-то там отвёл, кого-то привёл, и его как бы невозможно загнать полностью. В смысле, вот он в любом случае их спаться, и чуть-чуть свои там 3 плюс гпмчика будет фармить, но чем дальше, чем хуже. И этот парнишка с статой часто 0-0-0 по карте-то даёт огромное влияние. Значит, ещё пассисты бы давали за вторую пассиву. О, да, о, да. На это было бы очень... А бы и колда бы капала. Крейзи добыча денег была бы, мне кажется. Но дело в том, что вот мы смотрели игру против команды Кэтс, где как раз ждал второго левела пассива и второго левела активки Варбиста Слизер, и они просто корнирово в действие, Слизер въехал по нашему плаграйдеру, и благодаря плюс 22 демеджа на четвёртом левеле это очень чувствуется. Быстренько сгрыз его на Бладласт, поэтому это такая штука... Там даже Слизер, по-моему, был левела 2. Не, четвёртого он был. Не, не помню, ты что, не знаю, баф получил, 22 демеджа и убил. Ну да, только Варбист взял третий левел, второй левел бафа пошло, и там вместо 60 демеджа уже больше 80. И там как раз просто настолько, ну вообще на лоу-левелах почти всегда килл это такое вот, ну почти вот кильнул, не кильнул, вот уже кильнул. В смысле там плюс-минус 50 хп всё время уже неслабо решает на Бладласте, и эти, конечно, там 4 удара по плюс 22 демеджа, это 100 демеджа лишнего. И это, конечно, весомо, весомо, и мы увидели это тогда, и увидим это, я думаю, сейчас. Интересно, баны, посмотри, да, от Фленца для команды Синг. Как баны Эмпас, Бальфагор и Торт. И в принципе, ну такие обычные баны, скажем так. Ну немножечко оправданные они, там, например, тот же Бальфагор. Хотя не знаю, куда бы его тут поместили. Ну Бальф воткнуть некуда, мне тоже не... Ну хотя Бальфагор часто бывает ходит даже вообще и миддлайн соло, знаешь, типа вот такое. Набрать экспы чисто, набрать, да, экспы чисто для там 5-7 левела, чтобы крипов просто прокачать, да и все. От Мелонза, Баны, Пести, Гаунтлет, Баблз. Никаких, кстати, контрпушеров вообще, ну в смысле... Ну это чисто, чтобы предотвратить инициацию. Да. Главное, чтобы их не затренили, пока они будут пушить. Ну с другой стороны, у Синком тоже дали их персонажей. То есть там есть Паразит, там есть Папет. Злапет, кстати, считается. Он вообще очень много игр, но Папет и играл. Ну даже на инвайт капах. Он хороший Папетмастер, достаточно сильный керри. Он неплохо играет на Мунквинах, Папетмастерах. И такие, в принципе, герои действительно для него свойственны. Злапет считается лучшим паразитом этого Хонтура. У него самая высокая КД на Паразите. Ну и, соответственно, результативность тоже достаточно большая. Рэпсиди слэш Эмпас для саппорта это лучшие его герои. Он действительно очень круто исполняет. И на Рапсе мы видели парочку крутых ультов вчера. Я думаю, что они продолжатся и сегодня, не исключено. Ну и вот Магму с Мэдменом заканчивает пик команды Легиона. Мэдмен для Хезу. А Хезу, как известно, по результатам Хонтура, топ-1 ГПМ на Суисайде. У всех Суисайдеров что-то там типа 250 средний ГПМ, а у Хезу 380. 380, в итоге еще игры выигрывает. Да, он игры тащит. И мы вчера видели его игры на ДМе, да, очень круто. Да, ДМ у него был хороший. ДМ и Тундра были вчера. Такие решающие ДМ с Тундры. Он выигрывал лайны. Я думаю... Немножко, конечно, за счет команды, но так, в общем, неплохо. Против кого же будет стоять он на Изилайне сейчас? В принципе, Мэдмен уже тут часто достаточно берется как суисайдер. Мы обсуждали тоже с ребятами. Они говорят, что ну пошло. Мэдмен работает неплохо. И в основном, кстати, вот этот вот фантазер по поводу этих суисайдов, Мэдмен и вообще и Хронос это тоже начал показывать классного именно Хезу. Именно он. Поэтому можно сказать, что он законодатель такой вот именно этих активных, выигрывающих в своей линии полезных суисайдеров. И скаута же он начал показывать уже крутого. Посмотрим. Я вот думаю, у кого сейчас будет брать СГ. Кому мне хватает? Ну, с Лизера мы знаем Изилайне. Вообще, они могут взять себе, например, могут брать саппорта, типа как с Лизера на соло-изи и к ДМу какой-нибудь саппорта в Мид. Либо же с Лизера уже взять как саппорта и подумать, либо Мид брать, либо Изилайне. Много вариантов, я думаю, они выберут лучший. Я думаю, все-таки саппорт, но они то действительно думают. Может быть, что-то и другое. По сути-то, в их связке от Слизера это главное Змейки. Блин, я вот думаю, может быть, вообще какой-то Свифт. Нет, все-таки Блиц, саппорт. Мне просто кажется, что Слизер неплохо бы посаппортил. Слизер будет даже, может быть, и сработал. Это было бы не самое худшее решение. Но окей, мы тут не советчики. Мы тут просто смотрим, наблюдаем, откинувшись на спинке стула, так скажем. Потому что все-таки с той стороны, в отличие от многих Г-7 турниров, значительно больше профессионалов, чем все, кто где-либо мог собраться, как ни крути. Лучшие команды мира собрались сейчас за то, чтобы побороться за большой, серьезный кусок из почти 200 тысяч долларов призового фонда. Наши ребята уже быстрее всех выиграли 8 тысяч долларов. Что, в принципе, хороший результат. Для СНГ, я думаю, лучше. Никто еще не выиграл в Хоне в СНГ такую сумму денег. Но жалко, что это седьмое-восьмое место. Потому что следующее было бы уже, если не ошибаюсь, 13. Если не ошибаюсь, 13. Уже есть ремейк на АП. Кстати, шанс был реален. Был, абсолютно. Я дальше стою. Я думаю, что будет... Да даже, в принципе, в топ-4 реально, абсолютно реально было сейчас быть вместо МРР. Абсолютно реально. Да? Вполне. Многого... А, суппорт, рехостинг. Я не понимаю. Идут, приходят, уходят все почему-то. Разговаривают все на шведском. Так вот, к чему я? К тому, что... Ну, не могли все здесь, там, ребята, да, Брейки, Нова, Инсения. Ребята, которых слово в компетите, в гейминге достаточно весомое. Все здесь понимают, что говорить. Все понимают, о чем они говорят, да. И, понятное дело, что этих ребят хотелось бы слушать, хотелось бы им верить. И вряд ли они ошибаются. Так вот, все сказали котам свои, там, какие-то пожелания. И все сказали, что эти ребята реально могут, могут претендовать на топ-4. Так что тут... Ну, они, вообще, я даже не сказал, что это они играла какая-то другая команда. Угу, угу. Ну, собственно, кстати... Которая не существует Бориса Лесника и так далее. Кстати, в том же сегодняшнем автобусном разговоре, пока мы нас сюда везли, обсуждали мы и то, что такое же чувствуется и у других команд. То есть, когда, например, там, S2U играет против BMG. Вот они тоже говорят, оп, и не то вообще пикают. Какую-то такую именно несвойственную фигню. То же самое мы видели вчера. Это пытаются как-то переиграть, переконтрить. Вспомни, да, вчерашнюю игру Orange ADN против SYNC. То же самое. Ребята пикнули 3+, ралли там, и пандой. Ралли-пандой. Да, это тоже им не свойственно для Orange. Они просто испугались, нафантазировали какого-то, по их мнению, ошибочного, кстати, неконтрящейся фигни какой-то, да? И взяли, и стыдно очень проиграть. Аналогичная ситуация была и у команды Cats. Кэтс тоже сыграли не одной такой вот именно своей игры. Не одной. Вернее, нет, они потому что играли, похоже. И это было хотя бы реальное сопротивление. То есть такие игры можно играть. И из, сколько там, шесть вчера было, да? Да, шести игр, ты, играя свою, они вполне могли выиграть три. Вот серьезно. Но как-то осилили только одну, правда, достаточно серьезную и такую сложную. Ну, это, конечно, обидно, но говорят, что это все влияние от врагов. Просто потому что вот боятся их почему-то, боятся. Что боятся? Игра всего лишь. Да в том-то... Ну, главное, раз, не брать всякую там и так далее. А так шансы были реальные. На сценочке уже висит расписание группового этапа и Bad Monkey Gaming, кстати, ни одного поражения. 6-0 закончили группу, никто так хорошо группу не закончил. Но тоже из обсуждений посмотрим. Я думаю, что следующая игра БМГ против МРР тоже будет на сцене. И мы не исключен, что видим тоже такое же, что МРР испугается просто потенциального фаворита на первое место. И тоже напикают какого-то говна, и ничего не получится. Типа пытаются, я не знаю, удивить, чтобы типа... БМГ растеряются, не знаю, что сделать против этого. Вот как перехитрить пацанов, которые стабильняком выиграли 100 игр? Вот как перехитрить? Даже не то, чтобы они порой сами вот этим трешаком играли, эти же БМГ. Бывшие Леоны. То есть там зачем? Не знаю. Просто взять свое и показать уровень. Показать... Ну, кстати, из интересных таких заметочек. Тоже мы тут нашим кастерским составом. У нас тут, считай, примерно там 6 человек, которые участвуют в основном в аналитике и обсуждениях. И мы согласны, все пришли к тому мнению, что при том, что Stay Green против Sing это 50 на 50, но при этом у ребят разные шансы против БМГ из-за разных стадий стратегии, да, и стадий, в которых они сильны. И вот все согласны с тем, что при том, что команды равносильные, ну плюс-минус, команды эти все три даже на самом деле равносильные более-менее, то у Синков шансы выиграть у BMG больше, но со Stay Green шансы одинаковые. То есть тут еще интересно будет посмотреть, что к чему. Потому что Синки уходят немножечко в лейт-стадию? Синки лучше играют мид и лейт, чем у Stay Green. А Stay Green лучше играют эрли и мид. Да, вот... Stay Green пушат... Да, они сильные пушеры, очень скоординированные действия. Действия очень скоординированные у Stay Green, и они одни из лучших ребят, которые знают тайминги своей игры. И они ее хорошо исполняют. Вот сейчас мы ее посмотрим. Это в принципе сейчас их игра, Stay Green тоже... Себе их сторонники. Они орут со сцены, там же что-то орут со сцены, Stay Green. И они взяли сейчас свою игру, в отличие от команды Cats, да? Они... Это их персонажи, они все их знают. У каждого из них... Ну, то есть Tempest наиболее сильный персонаж Майнатса. Майнатс один из лучших Tempest на планете, можно сказать. Варбист... Чесси на Варбисте, это тоже отдельная... Отдельная беседа. Он тоже очень крутой варбист. Ну, Zifrig, она в лице, окей, я не видел. Но Zifrig тут тоже официально признан один из... Даже не одним из... По-моему, лучшим саппортом в Хоне на текущий момент. Вот он самый стабильный саппорт. Его и результативность, его действия очень крутые. И, кстати, вчера здесь присутствует еще главный баланс-дизайнер. Тут самый главный по Хону присутствует, Бренд Уидмер. Я думаю, с ним интервью многие уже видели, если не видели, посмотрите. Это самый-самый-самый-самый человек дорогой, самый нежный, самый родной. Нет, на самом деле, самый главный менеджер Хона. То есть, именно директор, можно сказать, именно этого проекта, как Хон. Вот примерно так. Здесь же есть и Пандаруху. Это баланс-дизайнер. Дизайнер, который как раз за баланс отвечает. И с Zifrig они вчера очень на практике тут обсуждали большое количество слегка багнутых вардов, которые якобы видят значительно больше, чем они должны видеть. И я так понимаю, что если Stey Green доедет до финала, то он будет этими багами пользоваться. Несколько мест он нашел и показывал вчера Пандаруху. Откуда видно, там чуть ли не полкарты случайно. Ну, я не знаю, насколько это правда. Я не видел прямо вот именно практика, в котором они проходили. Значит, там справа вот за картой прям ставят вард какой-то, да? Да, и справа за картой, и слева вот за картой на верхней линии, там где-то в озеро втыкают. И вот как-то оно глючно видит. Озеро? Ну, что-то такое. Я уже подслушал несколько таких стратегических разговоров команд, как то, кого, что, чем удивит и так далее. И много интересных штук, сказали ребята. Поэтому я, началось, тайские кастеры, походу, со сцены, да, тайские кастеры со сцены начали трансляцию. И значит, будет скоро громко. Так вот, я пока успею рассказать, к тому, что, что к чему я говорил? О, боже, старый стал. Варды, варды. Не, после вардов уже. Ты посмотри, так, с двух мест заблокали, средний кем в лесу. Ну, лучше ты, а после все-таки, да, как тоже все смеются, что в Tempest, в Майнац, впрочем, как и, кстати, Боря для команды Гэтс. О, боже, как громко со сцены. Боря для команды Гэтс всегда топ-1 ГПМ в Майнац у своей команды. Ну, практически всегда, да, там, в других стадиях играть. Сразу в Tempest понимаешь, ему там ловить нечего. Ну, я видел, как Майнац на одном вот этом правом респе формит адекватно. Да, там, кстати, неплохой ГП можно загонять, просто по таймингу отводить, стакать. Да, и он умеет это делать. Слизер против Мэдмена, твои ставки, Тенди. Ну, если успеет, там, я не знаю, выгибил ко второй минуте на фармницу банку, он выиграет. Пока, да, пока Слизер будет плеваться, Мэдмена просто нету смысла подходить размениваться. Сейчас он получит левел, хотя бы третий, он уже сможет прогрессировать на него. То есть мы видим, там, у Мэдмена есть 6 танго, банго, еще 2 моно-пота. Пулин, он действительно неплохо сможет баррелл-роллом прохарасить качественно Слизера. Но и Слизер с руки тут уже под даже первым бафом Варбиста неслабо тоже нарезать. 70 дэмэджа очень неприятный. Ну, опять же, будем ждать какого-нибудь Волг-хантера и действия от паразита, наверное. Ну, вот сейчас Тейгрин знают, что паразит в собственном лесу. Пробегал мимо Волг, все посвятил здесь. И, кстати, от Зифрика тоже некоторая нелюбовь к паразиту, обратите внимание, да? Все заваржено. И даже Хэлхаунд, собака сейчас блочит большой резко слева. Посмотри, собака, Волга блочит. Next level. Да, нету резко у него, вон, пара бродягубийц, бесполезный. И, кстати, уже triple stack, не из кеймпика второй. Ну, запорте мы на стакл, чтобы он хоть где-то день не получил. Сейчас магмус пойдет, зафармится спокойно, вон, взял токсивку. Или магмус, кстати, да. Да, это очень сильно пропустил с этим мидером. Хотя мы так неплохо, на мидер. Тепос забрал вверху руну регена, и что-то тут просто мимо, походу, ходит. Я смотрю майнацию на реген вообще достаточно сильно фортвит, но на этот раз у него еще и банок на ману достаточно большое количество. И он, даже забирая руну, неустанно фармил тут крипами, деньги добывал, лишь их спу немного потерял. Да, паразит, магмус и рапса, все втроем фармят адрес, паразит взял, благодаря ему, второй левел. Ну, вот все-таки из-за бафа ворбистане, кажется, вот, дабл мид, если ты грина, то выглядит как-то посильнее. То есть въезд демо будет болезненный. Ну, и крип-контроль, кстати, у демо тоже неплохой, хотя магмус, он все равно проигрывает, все равно проигрывает. Да и Близз из-за этого будет там доминировать тоже. И неохота под него подставляться, как-то. Кстати, прикольная штука в том, что Зифрик только что вкачал все три скилла. То есть у него на третьем левеле не было ни вкачать, ни один. Нормально, Актус знает, что качать на Блице, где нужен стан. Там, кстати, Волцандр есть. Такенько забегает и ждет. Второй левел, второе левел. Что интересно, в кого они будут въезжать? Блин, ну да, тут один и другой, как хиже лучше, лол. Как-то едешь в демо, Блице вскоре. Едешь в Блице, там демо будет вредить Энзи. Не хватит демо, демо никак. Так, у Мадмана есть в банке на Виз и может быть что-то предпринято. Вряд ли килл на слизере, правда. Хотя его, наверное, хотелось бы видеть. Где Майнац развардил себе большой кемпус, сразу паразит пришел, забрал. Да, и Минотавра забрал оттуда. Вот сейчас, пока Акезу в Визе, ну он увидит Энпустое. Как раз он по варду ходит. Обходит паразит. Сейчас Минотавр закончится. Он еще и зафармил Минотавра. Боже, и Хрипус закончил Мэдмен, ни одного не смог забрать. Отлично сыграл Майнац. Ну, в смысле, затаймили все, скажем так. Ну, да, дело тайминга. И они что-то бегали долго. В обход там. Мешкались либо назад, либо вперед. Ну и вагобондик паразит, он хотя бы поформит чуть-чуть. Сейчас прям видно, вообще нет шансов у Мантмана, то есть он пробегал. Тем самым дал пару левелов с Лизеру. И сейчас он же вообще не вариант. Что-то делать ему другое. Ну, возможно, какой-то ганг. Он все-таки на следующей руне попробует прийти, наверное, мидл лейн. Да, наверное, надо выходить. Даже не знаю, он может даже к тому же папе, то есть, ходить и убить Ворбиста. Пока у него нет шестого, нету ботинок. Да ладно, он уже въедет. Подранкину въезд. Наверное, ничего не получится. Не дожидаются паразита. Да, этот Эд прыгнул. Ему в спиду получил. Ну, вообще прям, очень живучий. Поход за руной. У Рапсории будет проблема. Или нет? Или нет? Ой, запорт. Да, должны быть, вряд ли отпустят ее. Сапорт, сапорт, сапорт. Красавчик, убежал. Неужели убежал? Нет, буду давить, все. Это точно ФБ. Без вариантов. Бла-бла для команды. Шестой грейн. И счет открыт на шестой минуте. Хотя сапорт очень понял, что он в беде вовремя. Там охоте что-то происходит, там папит куклу. Не бьет почему-то. Ему стало страшно от волков, что ли? Почему же Фленс так испугался? Тут пятый ворбиз до сих пор без ульты. Я не знаю, волки второго. Крепов волков, ну, не знаю. Пап закончился, чего бояться тут. Без дуречка. Ну, наверное, тоже-то знал. Магмус. Начинаются, кстати, опять лаги. Немножко есть, да. Ну, чем больше собирается людей и запускается стримов, тем хуже и хуже вся ситуация становится. И это еще сцена не орет. Как насчет оранжевого сцена? Ну, кстати, тем не менее, у Майнации есть левел 6 и 250 гпм. И он, собственно, опережает паразитами. Хотя это даже и несложно, но все же. Ну, Кизу тоже левеляется, но не фармит практически. Хотя 200 гпм есть у него какие-никакие, лучше, чем у ворбиста, по крайней мере. Но пока что много денег не у кого. Хотя потом что-нибудь зафармить там. Чисто за счет сталка. Здесь готовится уже кушать, походу, стоя глины. Кстати, Дэйм уже на гоустмарчерах, достаточно серьезный. Он будет проблемой для любого, кого встретит. Майдман неплохо отмахивается баррел роллами, кстати. Крипов забрал. Думаю, у ребят будет проблема с пушем. Майнации просто предпочитают, как будто вернуться в лес. Ну, ринг оф сорсери надо. Надо ринг оф сорсери, да. Мне нравится, как Кайл помогает ему фармить. Он фармит крипов. Тут, оп, Токсиквардик подлетел, чтобы чуть-чуть ускорить фарм, наверное. Ну да, змейки замакшены. Ну, кстати, они реально большая проблема. Змейки достаточно underrated, так скажем, недооцененный скилл, и именно Свиндл умеет ими пользоваться. Он ими и вижен получает, и пушит хорошо, и помогает, и подсловливает, и подхорошивает. Яд, по-моему, секунд 50. Долго стоит, да. Долго стоит. А, 40 секунд времени. Демедж наносят. Плюс еще там скорость перемещения забирают. Въезд потом, и мне нравится, мне нравится ТП-аут, и сразу вот это вот прикольно, чтобы, потому что мидеры отреагировали, Блиц и Дранкенмастер побежали сразу же, как-то восстанавливать справедливость, но нет, убили, и сразу два раза ТП-аут. Ну, это 1-1 хотя бы. Хотя бы 1-1. На топе, кстати, вот пытаются пушить, хотя снесли только 200 хп. АФК, что у нас секунду? Ну, тут вы же понимаете, в каких совершенно страшных условиях я нахожусь. Вокруг все ходят, что-то спрашивают, и... Не слышно опять. Атак. Слышно? Вот сейчас что-то слышно было. Ну, он немного подлагивает, и мне это видно. Чуть-чуть подлагивает. Но, как я уже и говорил, лучше, чтобы я у тебя подлагивал, чем ты у меня. Ну, то да. Кстати, мы думаем, она пытается обойти. В общем, 20-го нет, но... Если замедленнее попадет... Да, вот с Блицом могут быть уже и проблемы. Это могут быть. Должно забирать. Закрутит. Нет, даже без... Нет, будут крутить. Будут крутить. Ради фрага! Ради фрага! Ради фрага всегда можно крутить. Ну, в смысле, знаешь, бывает такой момент, когда... Не крутнусь, эй! Лучше не надо. Ну, вот теперь точно, Пуш. Мэдман мертв. Здесь уже трое. Есть на медлайне по транкинмастеру, но... Езжали в демо. Не хватило демоджей. Не хватило. Не захотели дайвить. Ну, что там дайвить? Что ты ему сделаешь? Ну, магмус остался разве что сдаться, да? Ну, была, по-моему, какая-то возможность там. Ну, все ждали уже, все. Ну, 1-1 и небольшое преимущество в пользу Калиманды Хеллборна, благодаря снесенному Тауру вверху. Но прям-таки супер-мега-классного Пуша раннего не получается. По-моему, Стыгрин. 1 Тауэр на 12-й минуте. Это не то, чтобы суперезур. Я вот ожидал что-нибудь, не знаю, от Паразита. Он должен был... обойти в армии Стаба, попробовать его убить, что ли, с папой там. Опять его оставляют так. Не умирает даже. Ну, мы там прям пополам там отбиваются от Пуша. У него есть банка, то есть, по КД Юзи Цепала. Ну, кстати, вполне неплохо получается у него отбиваться. Ну, значит, за 12 минут туда Пуша такой команды упала только одна вышка. И Мэдмон реально неплохо стоит в Хардлайн. Мне нравится его результативность. Если бы его не убили так быстро, то... Слизер такая... ТП-шка домой. Домой. Окей, это похоже, что это арморные игры в Локет. Да, это Секретишл Стоун. Энерджайзер, базилка. Явный... Да, такой... Пушер слэш-ганкер. На мейтлайне. Магмус неудачно, неудачно так отпрыгнул, но... И продолжения, походу, не будет. От команды Легиона. Может быть, от команды Хеллборна. Байдмастер поставил куклу под Дранкенмастера. Дранкенмастера должен быть срочно собрать. Ну, демиджа недостаточно, не умирает. Выкуп от... Выкуп от Магмуса? Да, выкуп от Магмуса. Благодаря этому килл на Майнатсе, но похоже... А, нет, Майдман догонит еще и Дранкенмастера. Отлично. Это уже, в принципе, неплохо. Да, это уже хорошо. Правда, очень ранний выкуп от Микки. На 13-й минуте выкупился Магмус, но хорошо выкупился. Опять затишье небольшое. Но ребята достаточно удачно подрались для команды Синк. Пронесли Тауэр, сделали парочку зло. Правда, это минус Магмус и выкуп от Магмуса. Что достаточно такое важное событие в Early Game. И, я думаю, может и кнутся в игре попозже. Ну, главное, у Магмуса есть даггер, ему больше денег. Один из левел. Да ну лол, даггер. Отличный ульт от Магмуса. Будет ли какое-то продолжение от него. Темпост уже умирает, нужно продолжать. Рапса! Какой сейв Магмуса! Это просто вау! Не нацепили, к сожалению. Никого не зацепили. Нет, зацепили Блица. И Мэтмен даже его догонит, похоже. Да, догонит. Ну, как я и уже говорил. Вообще сложно уйти. За порт, конечно, красава. Магмус сейвил сейчас очень хорошо. Магмус, правда, и инициировал неплохо. Никто не ожидал Portal Key от него сейчас. И показал он его достаточно качественно. Хорошо раскатал. Застанил троих. Что позволило задефать отлично Тауэр. И еще и двоих. Двои до темпостой Блица забыл бы убить. Слайги ужасные. Какие лаги? У меня вроде нормально. Конечно, я рада, что хотя бы учесть и нет такого большого КПМ-а. В принципе, в играх, когда Джек-16 не было 6 таверов, и он имелло где-то где-то КПМ-350 со счетом 0,0. Ну и сейчас, кстати, у Варбиста действительно всего-навсего 200. У Мэдмена, правда, всего-навсего 280. Но Мэдмена... У Мэдмена полезность большая. Очень полезен, да. Паппет покупает Шрауд. Есть инвиз. Да и Варбиста бы погонять ему. А пара, кстати, покупает кодекс. Противо-блицово-темпостовое действие, похоже, да? Наверное. Но Блиц так вообще ваншот. А в Майнацию он пытается всячески уплотниться. У него есть Брейсик, есть Вейсминс. Панка даже имеет. Ну это явно будет Астра. Да, Астралаба будет 100%. И с ней можно будет запустить еще что-нибудь. Энерджайзер на Хезу. Это такой его именно корайтом на любом герое. Ну прям на Мэдмена. Идеально смотрите. Вот, кстати, реализовал Паппет свой инвиз. Через ульту убил Варбиста. Не ранний, конечно, не ранний килл, но все-таки он есть. И Чесси теперь вообще 0-1-0. Главное, что он хотя бы есть. Нельзя забывать, у Стыгрин нету у них. Ну как нету. Есть у них, конечно, Керри. Но они сейчас один имеет 200 гпм, другой 300. Как и ДМ, он рабочий сэмми Керри. И в Соло он это не вытянет. На мидлайн тем временем умер Магус. Его крутнул Темпост, раскастывал Блиц и Дранкельмастер. За это забрали, догнали и забрали Темпостом. Что-то у Стыгринов вообще не идет стратегия. Я думаю, что опять Хезу. Тут похоже, что опять именно Хардлайнер сделает очень много в этой игре. И он и не дал быстро. Обычно же Стыгрин минуты на шестой-седьмом уже разбирают. А ура. А тут оп, и Мэдмена запушить не могут. Это для них немного странно, наверное. Ну сейчас же будет факт того, что папе-то инвеста всегда. Если у папе-то есть не всегда показаться страшно на карте. ДМ, кстати, по этому поводу варит Шанкинхэд. Ну если там не успеет, то ничего не поможет. Ну, Чесси, хоть и не сильно хорошо выступает. Имеет плохие цифры по киллам и смертям. Но, тем не менее, стимбутсы Абиса уже есть. Потом, наверное, какой-нибудь пазлбокс. И он, глобально говоря, в полной сборке. Ну за 20 минут все равно это не то, что в предыдущих играх. Кстати, есть такие айтемы уже для файтов. У Магнуса, например, одиннадцатый. У папе-то есть инвиз, паразит грейзит кодекса. То есть, пока есть преимущества, им нужно пользоваться. То есть, пока варбист, ни на что не способны. У ДМа нету, БКБ. Ну сейчас точно уж легче. Хотя и сильно лейтгейма тоже бояться незачем команде Легиона. Разве что Темпост угроза от Стрейгрин. Но зато у Синк есть Мэдман, который более-менее фармит. Ну и есть Фленс на Папитмастере, где тоже серьезная угроза кроется. Троем там стоят на боте, кстати, понимают, что Вапит хочет. Стриться по варбисту. А он что, тоже понимает? Да, и поэтому убегают на Эншентов. Да, мы ему еще немножечко до ВКБ стоят. Еще одна тысячонка. Интересно, что будет от Слизера. Это Аганим, наверное. Или же какой-нибудь там Бридер Иддов. Хотя вряд ли. 22 минуты пока достаточно спокойно. Чуть просто мы друг у друга подлагиваем. В связи с этим так сравнительно молчим. Я думаю, что на следующую игру просто возьмем Пашку третьим. Если я у него не буду лагать, то будет хотя бы чуть веселее. И мы сможем больше разговаривать. Просто потому, что так я очень внимательно вслушиваюсь. Слышим ли мы друг друга или нет. Да, вот та же проблема. Может быть, если там тоже Паша захостит звонок, может нам легче получится. Ну, посмотрим сейчас, короче говоря. В этой игре, понятное дело, что мы ждем уже какого-то результативного тимфайта. 7-4 пока выиграет команда Легиона. Хеллборну немного страшно. Хотя на самом деле у них тимфайт потенциал достаточно классный. Но очень многое зависит от того, насколько удачно сможет зайти, крупную застанет темпост. Из-за вот этого остающего преимущества в начале игры вот МПК просто страшновато тратить. Поэтому они хотят каких-то, не знаю, кур-айтемов дождаться. Там, может, аганимы на слизере. БКБ на ДМе. Ну, просто там их уже ждет Магмус 12-го левела с даггером. Поэтому они не хотят на него везти. Ну, обмен, походу, Т1 на Т1. Микки, наверное, вверху заберет этот Тауэр, а стейгрин, возможно, пойдут даже дальше. Магмус, кстати, тоже арморный головлокер. И в Магмусе тоже, смотри. Типа там много физдемеджа от ДМа в арбисты. Ну, и крипов тоже дефать неплохая идея, вообще-то. Теперь вообще просто, вот, как-то попытаться законтрить второй скил воробиста этим армором массовым. Конечно, не сильно полосит, но все же какой-то процент оно заглушит. Что-то я вот не могу понять, злопит, что там уже, пятый кодекс, что ли, или не будет дальше, Макс, все. Какой, боже, он все время в крипах, не могу посмотреть, какого левела кодекс. Да он что-то по КД его носит, там не исключено даже, что уже пятый. Как не посмотрел, у него кодекс, кодекс, кодекс. Ну и по ГПМ увидено, у него 335. Неплохой ГПМ, может, типа, 3-й кодекс и ПК, вот что-то такое, я предполагаю. Посмотрим, что он может сделать сейчас на WorldHunter, но Блица, кстати, забрать может. И Юблинклса, красавчик! И смотрим, второй, ну для Блица это у вас с головой, там и первого достаточно. Да, по-моему, для Блица там и без кодекса. На фазах можно было побить его. Тут Тенди, кстати, ой, Тенди, боже, Хезу 3000 накопил. Да, да я вижу, он как-то фиктивно по всей карте бегает. Поэтому нам легко фармиться, вот у него все, вот такие. Что-то будет БКБшка? Я думаю... Может, наверное, было даже какой-нибудь башер купить. Но если прям так с его выиграть, то да, это будет БКБ. Может, он боится, там, не знаю, культы Слизера. А по сути, там дэмэш-то такое, магически от него в Машкати идет. Ну, такое спорное решение. Смотри, да, Стэй Грин готовится, готовят почву для... Ну, да, сейчас должен быть Рошан. Кстати, уже чуть-чуть отсоединяется до БКБ. В Арбисту. Там еще, кажется, рецепт. Слизером. Закончил барьер, иду. Напустили людей. Тут у нас прямо чуть не сдули нашу будку стримерскую. И... Все побежали смотреть срочно матч. Вообще загружают моментально. Очень смешно это выглядит. Ну, а Стэй Грин пушит Т1 Тауэр. Немного просто его прессингуют, чтобы, возможно, отвлечь внимание и пойти в сторону Кангора. Но они тоже понимают, что Кангора забрать с диском быстро не получится. Потому что, ну, дэмэджа, откровенно говоря, не супер много. Хотя, хотя, с бафом в Арбиста должно хватить. Но страшновато. Да не хочется, чтобы вышли такое, что там Кангора оставляет 1000 хп. И тут... Достаётся вражеской команде. Или еще парочку храгов. И тут Мэдмэн такой на БКБшке забирает его и его попробует. И убегает. Или Маркос влетает. Много неприятностей. Ну, темпость, кстати, более-менее наладилась здесь. Следующий айтем будет. БКБ. Это БКБ. Ну, барьер БКБ неплохо, но дамажить надо как-то. Ну, в принципе, для дэмэджа есть, конечно, в Арбист второй скил. Есть миньонов большое количество и дэм. Я думал, что барьер будет, наверное, на темпости. Но, все-таки, ему нужна была магическая защита. То есть, если по нему вскроются, там, какой-нибудь паразит или папик. И он будет дать чудо. Волк сейчас будет тоже с БКБшкой. Но он себя еще вообще никак не проявил. А я думаю, что должен. Волк, кстати, да. Это вообще пока никак себя еще не проявил. То есть, это надо учитывать тот факт, что Стыгрины 30 минут играет четвером. И при этом не то, чтобы сильно результативный Чесси. Да, 280 гпм предпоследний в своей команде. То есть, Чесси, я не знаю, он, по-моему, с ними вообще ни в одном тимфайте еще не был. Ну, видно же по статистике. 0-1-0. Ну, это Шранкин, кстати, просто не увеличит демидж аутпут. Не увеличит столько демиджа, производит команда, к сожалению. Да-да. Буллера БМ какой-нибудь. Можно и на ДМ можно Буллера купить. На Вербеста. Все-таки, наверное, на ДМ он лучше смотрит. Будет драка за Конгора. Похоже, будет драка за Конгора. Стоит Грин расходится, понимая, что Синки знают об этом все. Стоит Грин расходится. Ну, да, и все. Стоит Грин вынуждены тянуться. Хотя они и понимают, что нельзя оттягиваться. Ну, а Легион, похоже, не хочет забирать Конгора. Они просто хотят тянуть время. Просто тянуть время и все. Я даже не знаю, сильно ли это хорошо. Стоит Грин-то степенно-постепенно набирает обороты. Нельзя забывать, что он борьбист. И опять, я не хочу Конгора. Хотя у вас сейчас можно было в Чесе въехать, потому что его там подло забашили. Ну, и стоят ребята же. Продолжим. Продолжим. Мне кажется, наверное, должен какой-то Мэдмону прорываться. На Шранкине, да, да, да. Для себя всегда давит Шранкин и потом вылетает Мэдмон. Просто крипы дерутся. Для Стоит Грин это, может быть, последняя попытка. Промахнулся Слизер первым скиллом, но Мэдмон не промахнулся. Но продолжение пока не следует. Слизер старательно змеи, когда расстреляет. Да, и там контр-вардик, и на нем видно все время Мэдмона. Конгора ровно половина. Фленц, молочинка, что подфармливает хотя бы что-то рядом, потому что все остальные тупо тусят здесь. Кстати, у Фленца 4 тысячи на руках. Интересно, что это будет. Северч Мэйс. Потому что грейдить Гензуру тут, по-моему, бесполезно. Да, толку особо никакого. Только что, ну, Инвизуру, чтобы хорошо вскрыться. И, собственно, все. Да, чисто все. Индик Грянг потенциал был. Спаркновная рябинность. Ожидание все так же. В воздухе висит в этом матче. Все так же. Стоит Грин понемножку, по 100 хп-шечки отгрызают от Конгора. Дефаясь вот так вот вардами. Может, где-то минуты 4 вот они тусуются здесь в орган Конгора. Но единственное преимущество Стоит Грин – это то, что они не знают, сколько у Конгора хп. Ну, да-да. Ну, хотя, может быть, Мадон как-то подзвечивает. Нет, тут даже не видно. Ему надо забежать, надо забежать. Вот как и так, по-моему. Баррел Ролан, только что, мне кажется, да. Тоже кажется, что увидел. Единственное, что спасает, оказывается, что появляется Руна. Хотя там Слизер еще и Змеи пока доставит, то есть можно было ему смело проюзать батарейку. И уже бы еще раз была на 15, наверное, да. Там, если не третий раз бы уже она была на 15. В бой пошли уже и Торнадо. То есть сейчас Торнадо будет чекать хп. Мадон будет въезжать. Будет въезжать Жанкин, этот Мадон, а сразу Слизер дает барьер. Мадону очень неприятный физикал-дамаж. Но здесь раскатывали Демагмуса. И там уже очень много ворбисту. Ворбист, похоже, не переживает. Не переживает ничего, что познавал. Рапсони, Рапсони пыталась заставить Мадона, но не получилось. Мадон умрет. Но, наверное, выкупцы. Да, выкупается хп, но уже летит сюда. Здесь продолжение по Блицу. Блиц тоже умирает, и команда Легиона, похоже, выиграет этот файт. Даже Слизер, и тут уже, наверное, не уйти. Не уйти, Слизер. Дем. Дем будет пробовать, но вряд ли это как-то сильно зарешает. Впрочем, выкуп от Майнац. А Майнац не крутил и крутит. Чуть-чуть держит, но тут уже на самом деле неважно. Крутить одного Мэдмена, серьезно. Это не сильно решает. Мэдман дает энерджайзер, чтобы попробовать догнать Дранкенмастера. И с догона он умирает от злепи. Даст, но, к сожалению, тут все еще нужно понимать, что живой Конгор, чем больше даст команду, чем больше шанс именно Конгора попробовать забрать, чисто хотя бы на байбеках. Сейчас в Темпеста и Слизера не хочет нападать этот лоу-хпшный Мэдман. Но с другой стороны, Темпеста и Слизер... Сейчас надо ждать Чизи, и прям сразу же начинать. Надо срочно убивать людей. Не знаю, Паппета, а у Паппетов нету байбека, то есть это минус Рошан, но он Сатани купил перед Пайком на 4 тысячи. Это Файер. Да, Конгора похожа все-таки для Стрегрин. Конечно, Мэдмэн сейчас, наверное, что-нибудь попробует там. Слизер поставил уже вард. Есть! Токен Камужа. Токен Меланзу. Не знаю. Такое решение, конечно. Но, по сути, если варбистов бьют раз, то есть он будет бесполезен для своей ульты. Может, ДМу лучше бы какому-нибудь дали. А ДМ мертвых был. Да, ДМ не было рядом. Там либо варбист, либо слизер. Ну, тогда да, только так. Слизер. Вроде бы как подрались неплохо. Синки, да, хорошо поубивали. Неплохо заинициировали. Видно, что они хорошо могут проводить имфайты. Но токен все равно отдан. Сигрин подратил 2 байбека. Синки 1. Чего 2? 1. А, ну, потому что Кежи выкупился в этом файте. И все, и все. А, ну, в смысле, и того в файте 1 байбека только. Вот Мэттен. Да, Мэттенка. А вот Стигрин и Меланзу Майнац выкупались. Файрбен у нас слизера, то есть это такой был керещеный слизер. Непонятно, да, такое? Всего по чуть-чуть. Ну, да, как-то и Дефенсово. Дефенсово соппортящий керещеный слизер. Угу. С мира по нитке собрал. Хотя бы КБ-шек-то, ну, нам, например, на Магмусе, Рапсодии и Паразиты точно не будет. Рапсодии и Паразиты точно не будет. Рапсодии и Паразиты точно не будет. Ну, не то, чтобы самый нужный айтем. Единственное, что если, может быть, какой-нибудь, не знаю, шилдбрейкер захочет Мэттен в следующем айтем, а то это важно. Но тут хикса у Микки. Хикса. С хиксой не исключено, что инициация и файт будут смотреться еще интереснее. Но, правда, хотелось бы, наверное, все-таки очень быстро убивать именно темпо стата. Микки. 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 Уже занята такая позиция хорошая для ультинга, сейчас будет как-то пытаться забайдить на мэд немножко. Ну тут один свиндл с токеном лицом торгует впереди и в него одного конечно ничего раскатывать никто не хочет. Снова отходит, еще две минуты на токене, соответственно пять минут до появления Конгора, но это все похоже. Перспективы с токеном кого-то запушить будут использованы только на товара. Я смотрю, такое расположение вардов все-таки, ну не совсем такое дефолтное, например, как у легиона там недалеко от обсерватории, я думаю, что такое интересное вард, как бы не попадает в рейндж по голову номадам, его будет сложно снять и догадаться. Я, кстати, недавно узнал, что это голова Джерезай. Я знаю, кто знает, я у них спрашивал. Ну видно, команды не хотят никто рисковать, в банк никто не идет. В отличие от групповых игр, эти игры какие-то очень такие тройхарные, опасные, всего 20 килов за 40 минут и вообще у Стыгрин только 7, 7 убийств всего-навсего. Чейси до сих пор... Стараюсь играть без фейлов, без ошибок, никаких ненужных действий. Чейси до сих пор выглядит солидно с 0-2-1. Элитный счет. МВП команды. Там, небось, единый сис получил. Сотовол кого-то случайно укусил. Догоняют меня. Мэтмен. Ну что ты инициатор, Шанкельхэд. Замедление почему-то по Дранкенмастеру и пошел драться только с ним. Посмотри, Лизер как грамотно сделал. Дал спрей по магму, что он не может дать дагер святой. И Хезу забрали. Хезу забрали. Гем теперь и команда Хеллборна. Смотри, просто Магнус пробегал. С Лизер прям вообще красавчик. Законтрил. 23 секунды на токене. Боюсь, что его... Ну, Свиндл хочет, похоже, его отдавать. Судя, потому что толкует Тауэр. Будет, наверное, с собой танковать и следующее. А, не. Ему просто не больно. Лоу. Его Тауэр особо не бьет. Токен пропадет просто так. Дальше. Судя. Ты как раз. Уберите. Следую. Судя. 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 делает его тоже достаточно сильным героем. И мы видели сейчас, что Хезу разбирают по Шанкинхеду даже достаточно быстро. А без ульты Магмуса демиджа не хватает прилично. И она нужна. Ну, правда, и Паппетмастер тут себя не проявил в этом тимфайте. У него же как раз... Паппет, да, что-то, да, от него, не знаю. Киллов как-то нету, только одни ассисты. Ну, в банке есть ДД. Не знаю, что он слабо отыгрывает, то есть, читай, как... Дина участвовал в 11 киллах своей команды. Может, что-ли ему пару киллов стоит оставлять-то, не знаю. Кстати, Чесси взял Башер. Мадмен, похоже. Это уже такое давнее приобретение. Бульвар, похоже, будет брать. Мадмен, кстати, давно. Он уже как-то фармить перестал, что ли, не знаю. Серьезно. Туговато идет с приобретением Мадмену. За последнее время, по-моему, команда только кучкуется где-нибудь в Миде, вокруг Рошана, и далее. Ну, сейчас, мне кажется, Рошан появится через 2 минуты, и его будет опять ждать. Не знаю, еще 5. Там, ждать, а потом еще и... Еще ждать, пока кто-то решится проявить свою отвагу войти в бой. Ну, тут, правда, Фленд с ДД. Я думаю, на Папитмастере дабл дамаж не слабо зарешает. Ну, и не знаю, у него 3400, пока покупки, наверное, никакие делать не стоит. Вот еще, когда будет 4,5, можно будет купить Слэйр. Просто ради дамажа. Ну, да. Даже не знаю, там может продать, что ли. Кто же ТП? В скором времени, возможно, даже уже будет и даггер на темпости. 5-10 человек в одном месте карты. ДМ готовится въезжать, что ли? Я не знаю. Хотят они? Волк спалил Рапсу каким-то образом. Рапсу будет забирать. По-моему, тоже шанс велик. Драндмастер получает кик-су от Магбуса, но ненадолго ли? И ульту катает Эмс, очень неплохой. Рядом катает ульту Немики. Он должен бить. Он сбивает свою ульту Эмсу. Реально, дофигища. Но команда пока особо не теряет игроков. Будут ли выкупы, пока непонятно. Нет, еще. Да, есть выкуп от Флендс Майстера. Он уже бежит в Тимфайт. У него, кстати, выкупа больше нет. Даблкил для Чесси. Ребята продолжают по Магбусу. Магбус, ну нет, уйдет в принципе. Но команда Хеллборна так-то, кстати, не потеряла никого. Убили троих. Нет, четверых. Файнкмастер выкупился. Отходит и тут Конгор. Боже, как классно крутил, конечно, темп. Не хватило демеджа от ульты Магбуса. Какой-то ненужный был от папи-то сейчас. Ну, он думал, будет дольше файт. Все равно Конгора отдавать придется. Стейгрин отменно отыграет сейчас Тимфайт. Реально отменно. И после еще одного Конгора уже можно будет крепко претендовать на хайграунд. Сейчас все. Крестит ужасно. Он попозже хотя бы наладится, но не знаю. Можно попробовать перезвонить? Давай. Ну, так, наверное, даже получится, не знаю. Будем надеяться. Ну, вот хотя бы слышно. Ну, я так понимаю, раз какое-то время просто подлагивает, а потом можно перезвонить опять чуть-чуть лучше какое-то время, а потом опять. Ну, да. Ниндзя Микки не занимает позицию. Да, все, позиция, позиция домой. Ну, Машка Ваня хочет подловить через ульту. Я не смогу подлавливать. Конкретная проблема, шилдбрейкер 2-го левого, по нему открывается, пытается, ну, дэмэдж должно хватить. Хватает. Варбисту шилдбрейкер не сильно помог. Фленц привел 3 баллисты к Таву, кстати, заберет сейчас его. Да, накопилось. Ну, 50 минут где-то грамм. Да такая, на фастпушечку. Да-да-да, фастпушечку. Ну, так всегда хочешь пушить, в итоге игра идет минутка 50. Ну, тут у Хеллборна не то, чтобы пикнуть только на пуш, да, но он в пушах тоже хорош, вот в чем дело. Ну, с Тегрин, да, подумали, как бы сбалансировали, чтобы у них в каждой стадии было о чем драться. То есть, вначале они могут попушить, потом там за счет каких-то ультов. В итоге тут будут решать в лейте там демс вместе с Варбистом и все это по темпостам. Я думаю уже, ну, кстати, сейчас топ-1 демедж дилер, причем сильно впереди именно по демеджу по героям Слизер. Но, во-первых, у команды Хеллборна теперь уже два башера. У Слизера появляется 0 Fireblade и это такие керри дизейбы, которые в тимфайте тоже дадут много пользы. 14-12, Стрегрин все еще проигрывает, но как для 50-й минуты, 2000 голды и 3000 экспы, это вообще ничего. Будем сказать, говорить, что ситуация у команды сейчас более-менее равная, но тимфайт последний показал, что Стрегрин хорошо. Не только дали отпор, но еще и в состоянии подраться сейчас, приобретя токен на Дранкенмастере. И, кстати, все еще зависит от того, от кого будет бежать в арбист. Если он нажмет БКБ, просто погонясь за папе, там папик не выжит. Темпост покупает не Portal Key, Темпост покупает Abyssal Skull. Нет, продал. Продал, я пока не... А, да, я не решил. Ну, тоже неплохое решение, типа, там, папик за кого захочет запокусить. Ну, кстати, и без Portal Key, а Майнадс у них плохие ульты выдает, там просто Паразит ему помешал. То есть координироваться неплохо, Паразит. Дэм, на Певчанском и Керасия достаточно сильно бьет Таурок. У него все еще есть токен, но ничего, такой кодекс в него глупили. Да, все еще можно. Такой? Эль Дранкен. Ну, кей, хайграунд пока что-то дефали, но Таур потерян. Сколько там на токене? А, три минуты еще. Достаточно много времени могут с этой грин прессинговать. Ну, да, сейчас как раз еще. Зайдет на хайграунд, попинает. Ну, вышка уже отсутствует. Легиона. Будет намного проще. Свиндл просит парочку секунд. Не знаю, что это, они имеют в виду в чате сейчас. Не знаю. Есть команда, как-то Денинл усыпается, может. Не, ну Денинл ДНЛ это старое название синков вообще. Синки же были раньше ДНЛ. Может быть, их какая-то фирменная шуточка там? Ну, тик-так он, наверное. Из ихнего разряда. Кстати, может, варбис себе позволит третий шутбрейкинг. Он папит, вот, постоянно копит, копит. В итоге его последнее приобретение это Весминс. Да, такое. Он там, кстати, покупал... Он там, кстати, покупал... ...чего от Весминса тебе БКБ вместе с Весминсом. Он покупал папит мастера только что Арканстав. Ну, либо Сало, либо Харкон. В смысле, охунило. Ну, у него в теоретичных руках. Ничего купить не может, по сути. Опять взял все-таки Арканстав. И на выкуп хватает. Интересно, что это. Аркан, наверное, все-таки там очень арморные ребята. У них у всех есть БКБ. Другой станок Найки. Правда, это только по Эллюзии. Ну, пушат, ребята, хорошо. Только зашли немножко. Минус 60% барака сразу. Еще разу. Неприятно играть против Слизера. Вот эти Змейки повсюду, которые Таги Аркой сбивают. Не уследишь немножечко, и можно запороть инициацию. Или же контр-въезд. Кстати, о Харконе у ДМа 32 армора. 32. Ну, Магму скрипов убивает быстро, но ДМ очень, да, у ДМ именно очень сильно бьет. Сейчас барак этот упадет. Они, походу, по КД у ультимейта поднимаются. Не, ну, вообще терпеливая такая команда. Ты понемножечку, понемножечку, каким-то измором противника побеждает. Ну, КД ультимейта ровно с каждой пачкой грипов. Ну, только не стали забывать, что Токен уже через минуту падает. Ну, как раз один раз и остался. Собственно, мид-то уже упадет тоже. Это будет финальный такой заход на этот баран. Есть по фафитмастеру, и он должен быстро очень умирать. У Фленца, в принципе, есть выкуп, но ультура сказал Магмун. Благодаря этому неплохую, но, к сожалению, никто особо не умер. Никто вообще не умер. ДМ-то все еще с Токеном. В принципе, без проблем можно его пытаться забирать. Но только Tempus-то может и заберут. Не, ну окей. В лица еще. Токеном, конечно, с Форбистом сильно навязать. 15 секунд Токена, и вот он выбит. Что ж, два башера и два... Физический керри. Забили всех. Трипл килл для Чесси. Ничего не могут делать, уже байбаков нет. Да, 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 я вижу так. Забатываю. Мега-крепы. Падает третья линия. Все, мега-крепы. Да, не было еще. На папе-то убили после байбека. Есть, Вапа. Есть. Первая игра сыграна. Первая игра на сцене. Гранд-финал последнего решающего дня. Сыграны только что. Сразу какие-то там бах-бах, тарах-дабах на сцене. И посмотрим, давайте даже, может быть, я повернусь вместе с вами в сторону сцены. И тайские комментаторы сразу показывают. Они тут что-то сразу, конечно же, рассказывают. Но глобально говоря, мажут руками. Просто, короче говоря, как обычно, ничего интересного. Интересно лишь то, что команда Stay Green выиграла в первом матче против Синк и Спортс. И ребята, ну, достаточно серьезно показали свое умение выступать именно в тимфайте. Именно в тимфайте. Синки поначалу выиграли. С ним прогангли, хорошо перефармливали всю дорогу. Атли очень круто выступил. Хезу. Но по итогу в тимфайте счет все-таки против Tempest'а магия не прокатила, короче говоря. Затянули очень сильно опять. То есть была возможность, пока бегал там Warby с 200 гпм там сабуслом на 20-й. Много было хороших моментов. В итоге их не реализовали просто. И так, мы готовимся к следующей игре. И она уже создана. Сейчас нас на инвайт. Мы быстренько ворвемся на сцене. Игры долго, я думаю, собираться не будут. Уже есть инвайт. И через парочку минут ждите с нами вместе. И следующую вторую игру из Best of 3 полуфинала в Хонтур World Finals. И игру команды Stay Green против команды Синк. Игру команды Синк. Игру команды Синк. Продолжение следует...